Привыкли, вот по телевизору видим санкции, санкции, санкции. Не было бы счастья, я говорю, да несчастье помогло. И это возможности. Все, что мы производим, сегодня востребовано на нашем основном рынке в России, в Китае и в других странах. Ну, например, возьмите на злобу у вас, половина у вас в Гомельской области – это леса. Ну, так давайте научимся продавать наше богатство и больше перерабатывать. И мы займем своих людей, и они будут получать хорошую заработную плату. Или сейчас вот машиностроение. Наши тракторы, автомобили, комбайны, гомсельмашевские и прочее. Россияне, вот вчера у губернатора с Воронежа, они в очереди стоят, дайте нам эту технику. Они платят хорошие деньги. Я говорю, давайте нам рубли. Но газ мы у вас тоже будем покупать не за доллары, а за рубли. И нефть. Они согласились. Что нам еще надо? Рынок открыт. Надо просто шевелиться и не плакаться. Санкции, санкции. Ну да, санкции. Надо где-то пошевеливаться. Слушайте, так нас 30 лет бомбят. 36, начиная с Чернобыля. Нам что, легче было когда-то? Нет. Но мы находили пути. Нам закрывали дорогу одну, мы уходили на другую. Так будет всегда. Не будет санкций, будет конкуренция. Ну а сейчас они руки потирают. Вот тут Россия вторглась в Украину. Сейчас Россию поставим на колени, а следом и Беларусь. Да не получится. Не получится поставить Беларусь и Россию на колени с таким уровнем интеллекта уже, уровнем образования, технологическим уровнем и с такими ресурсами. Поэтому надо просто забыть о том, что у нас санкции. Беларусь и Россию исполнитесь в таком этаже. Историчем. Продолжение следует...